Значит, во-первых, если мы хотим что-то делать с файлами, значит, вот у нас есть список файлов и папок. Значит, если мы кликнем по файлу, в большинстве случаев ничего не произойдет, просто этот файл станет выделенным, то есть встанет как бы курсор. То есть так же, как в варде мы, когда мышкой вводим, ничего вообще не происходит, если кликаем, то встает курсор уже вот такой вот, в это место. Так же и при работе с файлами. Значит, мы мышкой вот можем просто возить, а если кликаем, то вот этот файл становится выделенным, активным. Значит, если мы хотим запустить файл, точнее открыть, то мы кликаем дважды. Дважды кликнули, он открылся. То есть так запускаются программы и так открываются документы в программах. То есть, если у нас программа есть, мы ее кликаем, запускаем. А если у нас есть документ, мы кликаем, система смотрит, что это за документ, к какой программе он относится и открывает в этой программе. Значит, как организовано вставление документов и программ? Как, кстати, кто может сказать? Как система узнает, что вот кликая по этой надо там Word открывать? По расширению. Значит, вот здесь этого не видно, про это мы поговорим еще отдельно. В общем, вкратце так, имя каждого файла состоит из двух частей. Самое имя и расширение. То есть, например, вот это называется там install.rtf. А уже Windows знает, что rtf это текстовый документ и открывать его надо, скажем, в Word. Поэтому, когда мы кликаем, запускается именно Word. Значит, в данном представлении это показано вот в столбце тип. Указан документ rtf. На самом деле это просто расширение файла такой rtf, поэтому так будет. Значит, про это мы поговорим поподробнее на каком-то из ближайших занятий. Обсудим разные расширения, значит, какие там у документов, у музыки и прочего. Какие бывают виды. Так, значит, то, что касается кликов, тоже у нас и для папок. Если мы кликаем по папке, она выделяется. Если кликаем дважды, мы входим в папку, она открывается. Значит, опять же, тут вообще говоря, есть разные варианты, но обычно Windows настроен именно так. То есть, были некоторые эксперименты от фирмы Microsoft, которые позволяли настраивать чуть по-другому, но это скорее экзотик. В основном все именно так. И вот и в современных версиях Windows и было. Изначально так. Так, теперь, что касается перемещения с клавиатуры. Значит, ну, с клавиатурой понятно. Стрелками ездим вот здесь, вверх-вниз. Ездим вверх-вниз. Так, мышку я уберу, вверх-вниз. Если нажимаем Enter, мы входим в каталог. Если мы на файле нажимаем Enter, то файл открывается. Значит, следующий пункт. Как выйти из каталога? Значит, с клавиатурой это делается просто. Мы нажимаем клавишу Backspace. Значит, Backspace выходит на один уровень выше. Точнее, не совсем. Значит, есть вот варианты, когда у нас идет возврат в предыдущее. Значит, вот слева есть кнопочки для мышки, которые позволяют переходить назад и вперед. То есть, система помнит историю, как вы перемещались по папкам. И можно вернуться в предыдущее место. Если мы куда-то вошли, то мы вошли в новое место, а вернуться можно, нажав стрелку назад. Backspace делает то же самое. Значит, также надо отметить, что сверху у нас показываются вот уровни, то есть путь по этому дереву. Когда мы входим куда-то, вот, заметьте, сверху добавляется еще одно, еще один уровень. То есть, мы находимся внутри нашего компьютера, конкретнее на локальном диске C, внутри папки Program Files, там папка Matcat, там Matcat 14, там Template. Вот там уже какие-то вот эти файлы. Значит, если мы хотим куда-то попасть, там, в родительский каталог или еще куда-то, значит, можно в дереве кликнуть, можно тут вот кликнуть. Если мы хотим вернуться в Program Files, кликаем сюда, впадаем в Program Files. То есть, у нас вот это все отбрасывается, то, что справа, и впадаем куда надо. Значит, детали вот этого процесса, где там можно кликать, где еще чего, значит, это зависит от версии Windows. Значит, в принципе, то есть то, что файлы, дерево, там папки и так далее, это принцип очень общий. Он и не в Windows, и в других операционных системах и так далее. А как вот тут вот кнопочки организованы и прочее, это зависит и от версии, от того, там, какой программой пользуетесь, если вместо проводника что-то другое используется. И, естественно, там в разных операционных системах это сделано очень по-разному. Например, раньше вот таких кнопочек здесь не было, это представлялось просто вот в таком вот виде. Значит, про такой вид мы еще поговорим. Значит, это тоже знать нужно, вот когда записан C, двоеточие, бэкслэш, там, программ файл и так далее. Вот так вот. Значит, это поговорим, но чуть позже. Прежде чем приходить к таким вещам, мы давайте обсудим все-таки еще какие-то такие общие вещи. Значит, как изменить имя у файла? Значит, нужно кликнуть, то есть вариант с мышкой первой, с помощью клика. Значит, первый раз кликаем, чтобы выделить файл, и второй раз кликаем в имя, и она переходит в режим редактирования имени. То есть можем что-то удалить или добавить, еще что-то. Значит, здесь у нас вот конкретно для этого каталога сделать это не получится, она скажет, что правда. Ну, мы можем сделать свой каталог. Да, ну давайте тогда для экспериментов сделаем свой каталог. Значит, как сделать свой каталог? Значит, вариант первый. Значит, из меню выбираем пункт «Создать папку». Ну, скажем, тест делаем. Для эксперимента, для теста. Сделали папочку тест. Значит, другой вариант. Правой кнопкой мыши мы кликаем в свободное место, и выбираем здесь пункт «Создать папку». Создаем папку, и указываем какой-то имя. Это понятно, да? А как? Вот я так бодро сказал, что мы в меню выбираем пункт «Файл», тут «Создать» и так далее, да? Спрашивается, а как меню получить? Меню-то не показывается по умолчанию? Нет. Опять же, это вот такая особенность свежих виндов. То есть, раньше в Windows это меню было всегда видно, и проблем не было. То есть, мы там кликали и так далее. А в свежих версиях Windows, и в Internet Explorer, там в свежем то же самое, и в проводнике, сделано вот так вот. Меню нету. Вот. Значит, простейший, видимо, способ – это нажать клавишу «Alt». Тут просто я нажимаю «Alt» и отпускаю. И попадаю в меню. То есть, во-первых, это меню становится видимым, и я могу мышкой там что-то делать. Во-вторых, я могу с ковиатур там перемещаться, и выбирать нужный пункт просто стрелками. В Internet Explorer это то же самое в современных версиях. Вот, скажем, открыли мы какую-то веб-страничку. Вот есть адресная строка, есть вот закладки, а меню нету. Значит, меню появляется... Если нажать клавишу «Alt», нажал «Alt», можно вот стрелками там ездить. Нажимаю «Escape», меню пропадает. Есть. Дело в том, что она появляется, когда она начинает порядочить, и представление ее строка меню, она тогда уже расставит. Вот, например, ее там порядочить. Представление. Строка меню? Она вообще вставляется. Хорошо. Значит, это строка меню, то есть она включается как бы насовсем. То есть мы можем перемещаться там, делать что-то, строка меню остается. Да? Хорошо. Значит, это действительно полезно, потому что я подозреваю, что часть людей это меню, во-первых, нужно, во-вторых, все время там с «Alt» его неудобно. Значит, отлично. Так, Internet Explorer нам не нужен. Так, продолжим. На диске «C» у нас есть папочка «Test». Как создать каталог, мы посмотрели. Значит, если у нас, скажем, каталог или файл есть, как его переименовать? Значит, вариант с кликами. Что мы кликаем один раз, чтобы выделить файл, и кликаем второй раз, чтобы перейти в режим редактирования, чтобы изменить. Значит, здесь там что-то пишут, там «TestBad». Нажимаем «Enter» и у нас изменения применяются. Другой вариант – это правая кнопка мыши и здесь переименовать. И то же самое получается. Значит, есть вариант, как это сделать вообще легко с клавиатурой. Нажать F2. Нажимаем F2, когда стоим на файле. И получаем редактирование имени. Значит, это на самом деле сочетание, клавиша полезная. То же самое у нас есть в Excel. Сразу забегая несколько вперед. Вот. Вот если у вас в Excel есть какой-то текст, и вам его нужно изменить. Если вы начинаете набирать, то у вас старый пропадает. То есть, у вас новый текст будет вместо старого. Значит, вариант какой? Вариант, опять же, мышкой кликнуть туда. Значит, то же самое можно сделать с клавиатурой. Нажимаем F2 и переходим в режим редактирования. Не можем здесь что-то удалить, что-то дописать и так далее. То есть, вот такие вещи, они не только в одном месте встречаются. Они вот в разных программах бывают. И, скажем, может быть, файлы так переименовывать вам не нужно, а может быть, в Excel будет удобно. Если много с Excel работает. Так. Значит, есть разные продвинутые варианты выделения. То есть, можно тоже с Shift, скажем, кликать, чтобы выделить файл. С Ctrl, чтобы добавить к выделению файл. С Shift, чтобы диапазон выделить и тому подобное. Значит, это, я думаю, мы можем опустить. А с другой стороны ладно, значит, разберемся о том, что с этим делать. Сейчас мы тогда это не будем ждать. в идее с выделением, в общем, пример, то же самое, что и с текстом. То есть, мы можем выделять какие-то файлы, значит, и с ними осуществлять вместе какие-то действия. Значит, что касается копирования файлов. Опять же, все достаточно похоже на работу с текстом. То есть, есть копирование, вырезание и вставка. То есть, вот есть вырезать, вот копировать. Ставить нету, потому что нету файлов в буфере обмена видов. То есть, скажем, мы хотим вот эту папку скопировать внутрь этой. Значит, варианты какие? По аналогии с тем, что было. То есть, мы можем перетащить drag and drop. То есть, мы хватаем эту папку и тащим ее на эту. Вот я держу левой, то есть, я нажал на эту папку левой клавишей мыши и тащу, не отпуская левую клавишу мыши. Значит, когда я подвожу вот к папке тест 2, у меня появляется подпись переместить в тест 2. То есть, папка перемещается. Я отпустил, все, она переместилась. Значит, вхожу в папку тест 2, там эта папка. Дайте, крупнее. Значит, другой вариант это нажать на файле правую кнопку мыши и сказать, скажем, вырезать или копировать. Потом перейти туда, куда надо и здесь выбрать вставить. То же самое делается с клавиатурой. Значит, более-менее сочетания те же. Значит, жму на этой папке Ctrl-C, она копируется в буфер обмена. Здесь жму Ctrl-V, она появляется, причем появляется копия. И старая осталась, и новая появилась. То есть, так же, как с текстом. Если я здесь жму Ctrl-X, а здесь Ctrl-V. У меня появляется здесь, здесь пропало. Ctrl-C, Ctrl-X, Ctrl-V работает с файлами так же, как с текстом. То есть, Ctrl-C копирует, Ctrl-V вставляет, Ctrl-X вырезает. Значит, когда мы говорили про работу с текстом, там было два набора. Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-X, а еще был второй набор. Ctrl-Ins, Shift-Ins и Shift-Del. Значит, если мы будем работать вот с этими с помощью второго набора, значит, Ctrl-Ins копирует, вот я здесь скопировал, вышел в предыдущую папку, жму Shift-Insert. Вставилось. Это копия. Но Shift-Del работает немного по-другому. Значит, оно предлагает безвозвратно удалить эту папку. Жмем ОК и все. Ничего уже не вставляется. То есть, Shift-Del работает по-другому. Оно не вырезает. Оно безвозвратно удаляет. То, что оно работает не так же, как Ctrl-X, это понятно. А вот что, значит, вообще безвозвратно удаляет? Вот это требует отдельного объяснения. Когда мы удаляем файлы или папки, что происходит? Они перемещаются в корзину. Совершенно верно. Файлы эти или папки перемещаются в корзину. То есть, они не удаляются сразу, они перемещаются в корзину. Корзина это временное место, ну вот как мы выкидываем мусор. То есть, мы поработали с документом, он нам не нужен, мы его кидаем в мусорную корзину. А потом уже из мусорной корзины мусор выкидывает совсем. Так и с файлами. То есть, когда мы удаляем файлы, они помещаются в корзину, а из корзины уже потом можно мусор совсем выкинуть. То есть, пока мы не очистили корзину, файлы не пропадают совсем. Значит, с одной стороны, это очень удобно. То есть, если вы удалили что-то по ошибке, не подумав, или промахнулись, или еще что-то, то можно вернуть. С другой стороны, не всегда это удобно. Если вы хотите что-то удалить, скажем, секретное, или, скажем так, приватное, поработали на каком-то общем компьютере с личным документом, и хотите, чтобы никаких следов не осталось. То хочется удалить файл безвозвратно, мимо корзины. Значит, вот Shift Del как раз осуществляет именно такое действие. То же касается каких-то больших файлов. Если вы, скажем, скачали фильм, посмотрели, больше он вам не должен, хотите удалить. Значит, если все складывать в корзину, то никого вместо не напастись. Какие-то вещи хочется удалять сразу. Так что Shift Del позволяет удалить мимо корзины, то есть совсем безвозвратно. Что касается корзины, также надо отметить, что как работает корзина, тоже не так просто. То есть если файлов будет много в корзине, они там сами будут удаляться. То есть даже если вы не очищали корзину, все равно там может что-то пропасть. Если оно было давно, там и файлов много, и там вы много удаляли, в общем, в таком духе. Но небольшое время там будет все храниться. Если вы что-то удалили, оно попадает в корзину. Shift Del удаляет мимо корзины. Окей.